Всем привет! Меня зовут Марина и ты на канале Баба Лама. В сегодняшнем видео я хочу открыть первую рубрику на канале, которая будет называться «Моё бесценное, никому не нужное мнение». Будем разговаривать. Чаще всего, скорее всего, это будет касаться книг, но, быть может, мы будем затрагивать и какие-то другие темы. Вообще, я хочу сделать небольшой дисклеймер. Я изначально, когда заводила этот канал несколько лет назад, у меня было всё перемешано. Я решила, что мне нужно рассказывать о всём, что мне нравится. Помимо книг, это было также и кино, также это были и какие-то другие хобби, связанные с творчеством. И как-то всё это шло немножко вперемешку. И несмотря на то, что были некоторые видео, связанные с кино и сериалами, которые мне действительно очень нравились, и я жалею, что я их удалила, тем не менее, я понимаю, что сама я лично в кадре выглядела не очень, а те нарезки из кино, которое я делала, они были, конечно, прекрасны. И мне очень нравился сам процесс монтажа. Тем не менее, я решила, что пока что мы будем придерживаться такого плана, что траектория нашего пути будет направлена именно в книжный мир, связанный только с книгами, литературой, анализом произведений и тому подобным. И сегодня я хочу обсудить такую интересную вещь, как ностальгия по прочитанному много лет назад. Что-то я посмотрела очередной обзор книжных полочек. Кстати, на моем канале тоже есть мои книжные полки, можете заходить смотреть. Они не столь большие, богатые и как-то заполнены книгами. Но я объясняю, почему так произошло, что как и зачем, тоже можно ознакомиться в первом видео, которое вышло на канале, полноценном, большом. И вот, смотря один из таких видеороликов на YouTube, я услышала такую фразу, что мне так стыдно за эти книги, я даже озвучивать не буду. Я такая думала, что такое. А там девушка всё озвучивает. Что за книга, где? И плюс-минус из-за того, что я уже немножко подустала от дативных полок, мне не столь важно, что там на них видно. Потому что я плюс-минус понимаю, что это. Когда мне озвучивают, я представляю, что это за книга. Бывают иногда такие книжные полки, что я сижу и думаю, господи, я не понимаю, что это не таково. Я ни одного автора не знаю. Причем, ладно, если бы это что-то было... Ну, сейчас это будет звучать как-то стрёмно, да? Типа по-сновски, что я... Ой, непонятные какие-то произведения, нет бы классику почитать. Ни в коем разе. Мне всё равно, кто что читает. Пусть делают, что хотят. Главное, чтобы ко мне не приставали. Но сам факт того, что я была так удивлена, что у человека так много книг, какой-то и зарубежной прозы, и фэнтези, и всё это как-то вперемешку, при этом нет ничего того, что я могла бы даже понять и выяснить, что это такое. И у меня было такое озарение, что, оказывается, в мире есть столько книг, даже современной какой-то литературы, которую я вообще не знаю. Я не знаю, кто все эти люди. Ну, не будем о грустном. Вернемся к изначальному видео, про которое я говорю. Значит, я бы просто слушала, потому что девушка озвучила всё, что у неё там есть на боках. Я думаю, о, прикольно, это у меня тоже есть. Это опять очередное что-то там, что есть у всех, я думаю, ребята. Причем она так и говорит, ну, нет, я даже это ещё не читала, но я купила, потому что мне там советовали блогеры. Но мы о советах поговорим в отдельном видео. И вот она говорит эту такую роковую фразу, что, ой, я даже об этом не хочу вспоминать, мне так стыдно за это. И я решила включить телефон, посмотреть, про что она говорит. И она говорила про «Бегущих в лабиринте» и серию «Отбор». Не помню, кто её написал, но, скорее всего, вы её тоже видели там лет 7-10 назад. Она была действительно очень популярна. Я её прочитала, по-моему, 3 года назад. И так это вернулось в свою молодость, вспоминая о всех вот этих таких трилогиях и тетралогиях, если я правильно называю, связанных вот с такими ребятами подросткового возраста, которые решают свои жизненные трудности на страницах книг. И я задалась вопросом, а почему же тебе так стыдно за то, что ты это читала? Разве то, что ты понимаешь, что эта литература для определённой категории людей, для людей с определённым уровнем читательского вкуса, литературного вкуса, давайте так, с определённым бэкграундом в читательском мире, так скажем, и своём опыте читательском, разве это не говорит о том, что ты выросла? И разве это плохо? И вот я решила, давайте мы сегодня разберёмся, в какой момент становится зазорным читать Ян Кадалт-литературу подростковой антиутопией. Сразу скажу, что я, наверное, не могу определить, в какой момент я перестала их читать. Возможно, я и до сих пор их читаю, просто не всегда могу определить, что это именно такой классический Ян Кадалт в моём личном понимании. Тем не менее, я не могу сказать, что если я, например, купила книгу или начала её читать по чьим-то рекомендациям, либо мне просто тупо обложка понравилась, я слишком падка вот на такую внешность, как человеческую, так и разных предметов, в том числе и книги. Я могу не прочитать иннотацию, просто её взять и такая, о, прикольная обложка, давай читать. Соответственно, я могу уже потом впоследствии понять, что это Ян Кадалт. Брошу ли я её? Будет ли мне стыдно, что я в своей преклонной 22 читаю литературу для подростков? Хотя Ян Кадалт, в принципе, переводится немножко по-другому дословно, но мы все понимаем, что когда речь идёт о Ян Кадалт-литературе, чаще всего возрастной порог, он где-то от 13-14 лет до 19-20. Понятно, что определённых критериев нет, их могут читать и дамы преклонного возраста, тем не менее, я думаю, что целевая аудитория данного жанра всё-таки, ну, давайте так скажем, более младший возраст, более юный, где трепетные такие эмоции и всё остальное. Я не говорю, что другая литература наполнена тем же самым, что Ян Кадалт, просто у Ян Кадалта есть определённые критерии, по которым он как раз-таки отбирается в данную категорию и жанр книг. Давайте представим ситуацию, что девушка лет 15 начинает читать не только школьную литературу, но и пытается познакомиться с классикой зарубежных авторов, узнать, что сейчас популярно среди молодёжи в литературе, и для того, чтобы найти себя. Потому что каждый из нас, несмотря на то, что пытается найти какое-то своё счастье, как мне кажется, самая главная цель человека — найти гармонию с собой. Гармония состоит из многих факторов, в которые также входит и узнавание своих вкусов. И вот, например, нам нравится в кино комедии, и мы будем пробовать их читать. Мы будем понимать, что нам чего-то не хватает, и мы будем пробовать читать детективы, фэнтези, фантастику, например, либо, наоборот, научно-популярные произведения каких-то авторов, которые нам интересны в определённой области. И для того, чтобы всё это попробовать, нам нужно, конечно же, время. И пока мы не поймём, что есть произведения, где сильный слог, хороший сюжет, проработанные персонажи, что у автора есть определённый стиль написания своих произведений, особенно если у него их несколько, то мы можем сравнивать с давними, с более новыми работами и видеть, как он растёт, если автор действительно растёт. Но, как я уже сказала, для этого нужно время. И поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы поначалу читать то, что впоследствии, спустя годы, нам не будет казаться таким же остроумным, как это казалось в начале нашего литературного пути. Я понимаю, что я говорю прописные истины, но мне почему-то хочется, чтобы данный формат видео был вот чем-то таким, что иногда может не сходиться с вашим мнением, а иногда прям попадать прямо в точку ваше сердце, душу и мозг, говоря о том, что да, я тоже так думаю. И несмотря на то, что да, безусловно, это могут быть какие-то простые вещи, как 2 плюс 2, мне кажется, что всё равно важно про них говорить для того, чтобы если кто-то усомнится в том, что, боже мой, я читаю, я читаю какое-то непотребство, почему я веду себя как ребёнок, а мне там, например, 25, чтобы если он наткнулся, например, на это видео, он почувствовал себя в гармонии с собой, потому что, мне кажется, да, безусловно, здорово, если ты можешь понять, например, удивительное произведение Джеймса Джойса «Улисс», но, во-первых, не каждому это дано, во-вторых, не каждый придёт к этому или дошёл до этого. И да, понятно, что, наверное, приводить пример с «Улиссом» не совсем корректно, потому что это считается одним из самых сложных произведений в литературе за всё существование вообще литературы. Не это ли является ростом, что ты начинаешь со сказок про «Золотую рыбку», а заканчиваешь чем-то очень удивительным, не обязательно классической литературой, но тем, что ты можешь интерпретировать под себя, можешь понять замысел автора. И если мы начинаем работать над своим критическим мышлением с ранних лет, продвигаясь, усложняя себе задачу также для анализа того же литературного произведения, это показывает наш рост. И оглядываясь назад, когда мы смотрим, если, например, мы ведём какие-нибудь читательские дневники или ведём просто личные дневники, записываем мысли, мы можем проследить, как со временем меняется наш стиль того же написания этого личного дневника, либо произведения, которые мы читаем, количество, качество. И это вовсе не говорит о том, что когда мы были младше, мы бездарно тратили время на прочтение какого-нибудь того же «Бегущего в лабиринте». С одной стороны, я негативно отношусь к тому, что наше издательство так плохо... Ну, я просто оговорюсь, что я в одно время очень любила жанр разгромных обзоров на книги, сейчас мне стал меньше нравится этот формат, потому что я перенасытилась данным контентом и не считаю нужным тратить на него своё время. Зато я могу смотреть по 40 минут, как девочки показывают свои книжки. Вот, видите, я теперь в новом этапе в своей жизни. Так не скажешь. Ну, да. Я знаю, о чём я говорю, и я думаю, что многие, кто смотрел подобный обзор, понимают, что не всегда та же проблема в самом авторе, нежели в издательстве, которое его издаёт, особенно если это наши авторы, где не до конца работает редактор и корректор над текстом, который, в общем-то, да, он слабый, но его можно было улучшить хотя бы посредством данных двух процедур, которые должны выполнять определённые люди. Тем не менее, несмотря на то, что я, опять же, повторюсь, я не одобряю то, что сейчас происходит во многих издательствах, что происходит с молодыми авторами, которые понижают планку уровня и качества литературы, ну, молодёжной, давайте скажем, литературы. Тем не менее, я понимаю, что для некоторых, я не буду говорить про многих, потому что я не могу говорить про цифры, я не знаю эти цифры, и статистика мне не подвластна, так сказать, но если некоторые из этих людей, открывая книги таких авторов, увлекаются, и для них это становится началом большого литературного пути на всю жизнь, то не это ли цель? Да, безусловно, возможно, нужно работать над качеством, даже невозможно, а нужно это делать, но думать о том, что лучше он возьмёт и будет читать какую-то классическую литературу, и проникнется ей, и будет работать над собой как над Личностью, и вот это будет у него происходить быстрее, и он будет увлечён литературой, это не совсем правильно, потому что для каждого из нас нужен свой подход. Кто-то действительно может начать читать какие-то классические, направленные на более детскую аудиторию произведения, а кому-то это неинтересно, и он готов брать произведения более слабых авторов современности, при этом не понимая, в чём проблема этих произведений. Он их прочитает, ему понравится, и, быть может, в дальнейшем мы увидим рост человека по, опять же, литературному пути. И когда он будет оглядываться назад, я не считаю нужным, чтобы человек чувствовал себя престиженным, что он, например, читал серию «После» или «Сумерки». Ну, «Сумерки» стали мемом, в принципе, наверное, ок. Но когда, например, он говорит, «Блин, я вот читал «После», такая гадость, мне так стыдно», я считаю, что это неправильно, потому что стыдно должно быть тем, кто в полупьяном состоянии, в неглиже, в Центральном парке идёт купаться в фонтане, кто ведёт себя непотребно, кто не уступает место в общественном транспорте тем, кому это место нужно. А когда ты читаешь по незнанию книги, которые, ну, так скажем, нерукопожатные, если ты сам себя не уважаешь для того, чтобы… и у тебя есть время на то, чтобы стыдиться таких вещей, ну, я рада, что у тебя есть время на это. А почему бы просто не попробовать читать что-то новое, тем самым показывая то, что да, теперь ты вырабатываешь свой литературный вкус, что он у тебя теперь есть, и да, может быть, он у тебя потом вырастет, и тебе будет стыдно уже за то, что ты сейчас читаешь. А зачем это? Зачем тратить время на стыд, когда можно развиваться? Подумайте об этом. На этом сегодня всё. Я надеюсь, понравилось. Я всё ещё работаю над фоном, над видеорядом. Мне не хочется уходить на подкастовой площадке, потому что всё-таки мне нравится идея развивать это на Ютубе. Что вы думаете по поводу всей моей такой тирады, большого монолога? Надеюсь, вам было интересно. Можете посмотреть мои другие видео, либо зайти в Reels, если вам было интересно, то вы можете поставить лайк, либо написать какой-нибудь комментарий по этому поводу, что думаете вы, опять же, согласны вы со мной или нет. Мне кажется, я даже в какой-то момент ушла немножко в другую сторону, но я надеюсь, что вы поняли мою позицию. Доброго вам времени суток. Не позволяйте никому портить вам настроение, потому что вы можете это сделать сами, хотя с другой стороны зачем это делать? Нужно просто жить, не оглядываясь на все невзгоды. Вот и всё. Всем пока!